Всем привет! Меня зовут Алёна и сегодня мы с вами поговорим о творчестве Андрея Платоныча Платонова, о его жизни и о повести Котлован. Итак, Андрей Платоныч Платонов родился в 1899 году и умер в 1951 году. Вы увидите его портрет «Молодые годы». Родился он в августе, 16 августа в Ямской Слободе. Окончил церковно-приходскую школу и сочинять стихи по его собственному признанию начал еще в 12 лет. Работал с 1913 года, то есть по сути ему было всего лишь 14 лет. Работал он помощником машиниста, занимался иногда какой-то бумажной работой и впоследствии начал трудиться на таком тяжелом физическом месте, это литейщиком на трубном заводе. В 1918 году Платонов поступает в Воронежский университет на историко-филологическое отделение. Сначала он поступает на физико-математическое, очень быстро переходит на филологическое, но через год он снова меняет планы и становится студентом электротехнического отделения рабочего железнодорожного политтехникума. На гражданской войне он уходит туда добровольцем и служит фронтовым корреспондентом. Работает на военные издания, пишет статьи и, конечно, придерживается взглядов Красной Армии. В 1918 году в журнале «Железный путь» публикуется первый рассказ Платонова под названием «Очередной». В том же году поступает на историко-филологическое отделение. Вскоре он был мобилизован в революционную Красную Армию и участвовал даже в боях с казаками. В 1920 году вступает в большевистскую партию. У него были друзья, которые его рекомендовали к вступлению, и, соответственно, он действительно доказал свою приверженность большевистским идеям. В это же время знакомится со своей будущей супругой Марией Кашинцевой. Надо сказать, что Мария Кашинцева оказала невероятное влияние на то, чтобы творчество и наследие творческого Платонова дошло до нас, современников. По сути, творчество Платонова, как мы потом с вами увидим, было под запретом последние годы жизни писателя и его супруга. Впоследствии дочь, филолог, сотрудник литературного института в Москве, они действительно сделали очень много. При жизни Платонова Мария была его личным секретарем. В 1921 году выходит первая книга его стихов под названием «Голубая глубина». В 1923-1926 года он служит, точнее работает инженером-миллиоратором и специалистом по электрификации сельского хозяйства. Он помогал электрифицировать целые деревни, и даже, к сожалению, одна деревня была сожжена полностью кулаками, поскольку это был еще и период коллективизации. В 1930-е годы в этот период были созданы одни из самых ярких произведений Платонова. Это повесть «Епифанские шлюзы», «Эфирный тракт», «Город градов», «Повесть Котлован» и «Роман Чевенгур». В 1931 году Фадеев публикует повесть «Впрок», ее критикует сам Сталин. Фадеев был исключительно издателем этой повести. Конечно, сама повесть принадлежала Перу Андрея Платонова. Сталин сказал, что это совершенно непрозумительная вещь, раскритиковал ее абсолютно полностью и сказал, что автора, то есть Платонова, необходимо наказать. Александр Фадеев сделал все, чтобы защитить себя. Впоследствии он очень долго раскаивался в этом и впоследствии помогал Платонову, когда тому нужна была помощь, особенно финансово. Последние 20 лет жизни Платонов проживет во флигеле дома Герцена, куда как раз-таки его и поселит Александр Фадеев. Надо сказать, что до повести «Впрок» был напечатан рассказ «Усомнившийся Макар». Это такой рассказ-притча, который тоже содержит в себе довольно тонкую критику в адрес советской власти. В годы Великой Отечественной войны Платонов уходит добровольно на фронт рядовым и пишет военные рассказы. К сожалению, в последние годы войны здоровье Платонова очень сильно подорвалось. Он заболевает туберкулезом, и его пытались отправить домой. Писали письма военачальникам, спрашивали, что делать с Платоновым. И впоследствии, действительно, последние годы, уже после войны, к сожалению, Платонову не удалось излечиться от этой болезни. Надо сказать, что ранее сын Платонова, Платон Платонов, тоже умер от туберкулеза. Он был арестован, репрессирован, в лагере его здоровье тоже было подорвано. И такая же участь, к сожалению, настигла и отца. Умер Платонов 5 января 1951 года в Москве. И в литературной газете после смерти писателя появился такой некролуб, под которым подписались все самые видные деятели литературной сферы того времени. Это и Борис Пастернак, и Твардовский, и Симонов, и многие другие. Андрей Платонов был кровно связан с советским народом. Ему посвятил он силы своего сердца, ему отдал свой талант. К сожалению, творчество Платонова стало доступно читателю только уже в годы Перестройки. Мы с вами рассмотрим сегодня одну из самых известных и ярких повестей писателя. Это повесть Котлова. Завершена она была в начале 30-х годов, опубликована впервые только в 1987 году. Популярные производственные романы того времени назывались «Бруски», например, «Цемент» или «Лесозавод». Им на этой традиции следует Платонов, когда называет и свою повесть. Что такое Котлован? В первую очередь Котлован – это место, где разворачивается значительная часть действия. Но при этом это яма и могила, и по сути это символ исторического тупика. В этой повести Платонов вообще задумывается над вопросом, что ждет советскую власть, что ждет советское государство. Когда герои копают Котлован, чтобы построить дом для пролетариата, вот этот самый дом, он и является лицетворением мира советского, социалистического для рабочего народа. Но, по мнению Платонова, такой путь, который избирают при строительстве героя произведения, он приводит к трагедии и приводит к тупику. Итак, что касается темы Котлована, прежде всего перед нами тема поиска истины и смысла жизни. В первую очередь эта тема связана с образом главного героя Ващева, но также и с Медведем, который, как вы помните, работает в мастерской в деревне. Он ведь столько работать может, а как отдохнет, задумается, так скучать начнет. Ващев посвящает себя работе, чтобы не думать, но не думать у него, к сожалению, не получается. Также одной из основных является тема смерти. Это и символ Котлована, и если вы помните, девочки маленькой Насте дарят два гроба. В одном предполагается, что она будет спать, а в другом хранить свои игрушки. Всё заканчивается гибелью ребёнка. Кроме того, многих персонажей сопровождает в описании тоже мотив смерти. Например, о Ващеве Платонов говорит, что он заочно живущий. Итак, давайте разберём композицию этой повести. У нас с вами две части. Это городская часть и деревенская. Городская часть связана с копанием Котлована. Деревенская часть связана с процессом коллективизации и раскулачивания. Вспомните, когда повесть была написана начала 30-х годов. На самой рукописи произведения Платонов написал датой 29-30-е года. То есть это период как раз коллективизации. И такая композиция, она в первую очередь связана с знаменитым высказыванием Сталина, с которым он выступал относительно новой аграрной политики. Это был вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней. Что происходит с композицией? Композиция у нас закольцовывается, поскольку жители деревни идут в конце на строительство Котлована. И мы вновь возвращаемся как бы в город. Давайте с вами разберём метод, в рамках которого была написана повесть, и жанр, к которому эта повесть относится. Что касается метода, то здесь всё довольно-таки сложно. Платонов никогда не относил себя ни к одному художественному, литературному направлению. Так однажды его спросили, каким литературным направлением вы принадлежите или сочувствуете? Платонов ответил, никаким, имею своё. И на самом деле этой концепции Платонов придерживался всю свою жизнь. Что касается метода, жанра, то в первую очередь, конечно, это повесть, это определение жанровое, дал сам автор. В то же время мы здесь находим черты антиутопии, строительства идеального государства, которое контролируется сверху, а люди являются лишь винтиками в работе этой огромной машины. Кроме того, перед нами производственный роман, вспомним о названии, о наследовании традиции производственного романа. И перед нами мистерия. Напомню, образ медведя является одновременно неожиданным в части о деревне и одновременно крайне понятным. И, в общем-то, кажется, он абсолютно к месту. Итак, давайте разберём с вами подробно персонажи этой повести. Во-первых, Платонов представляет, по сути, в этой повести модель советского общества рубежа 320-30-х годов. Перед нами есть Сафронов. Сафронов – это такой типичный выразитель советской идеологии. Их ещё называли таких людей опорой советской власти. Он повторяет ровно всё то, что говорит партия. Есть ещё у нас Жачев. Он является безногим инвалидом войны. Он совершенно ненавидит буржуазиев. Он их презрительно называет буржуями. Их презрительно называют буржуями. И его агрессия, она в первую очередь, конечно, основана на этой самой классовой ненависти. Вспомните, он берёт всю самую лучшую еду, которую может взять, но при этом не ест её. Да, дорогим маслом он смазывает, например, колёса своей, его кресло-каталки. Зачем он это делает? Он это делает совершенно определённой целью, чтобы хорошие продукты ни в коем случае не достались классовым врагам. Также очень важными в сюжетном плане являются два героя, которые образуют такую смысловую пару. Это инженеры Чиклин и Прушевский. Чиклин, у него есть очень интересная деталь в описании о том, что его череп был очень гладким, похожий на камень. И волосы были очень такие у него густые, коротко подстриженные, потому что он либо работал лопатой всю жизнь, либо за чем-то другим был занят, и у него никогда не оставалось времени на мысль. То есть это такой герой, символизирующий действие. В противовес Чиклину у нас есть инженер Прушевский. Он как раз-таки человек мыслей, человек идей и знаний. Он старается написать некий план построения нового мира. Этих двух героев связывает любовь к одной женщине. Они абсолютно противоположны. Чиклин – это типичный выходец рабочего класса, тогда как Прушевский – это абсолютно настоящий интеллигент. Они противопоставлены, но они оба живут прошлым, живут мыслями, воспоминаниями об этой самой женщине. И по мысли Котлована это, конечно, не приводит героев в какой-то гармонии с настоящим миром. Как раз-таки о взаимоотношении настоящего и прошлого мира и самовольного периодически отказа от прошлого свидетельствует образ Насти. Настя – маленькая девочка, которая символизирует Советскую Россию, вот эту молодую страну. Тогда как ее мать символизирует Россию историческую. Ее мать Юлия, она умерла. Но что в итоге происходит? В итоге происходит, что Настя умирает в конце повести в тоске о матери. Как это связано с общей идеей повести? Это связано тем образом, что по мысли Платонова страна, которая целенаправленно избавляется, отказывается и забывает свои исторические корни, она обречена на гибель, на трагедию. Это же именно и происходит с Настей. И, конечно, наш главный герой, Ващев, это человек, который стремится обрести истину, пытается обрести смысл жизни. Потому что иначе он не понимает, зачем тогда в принципе жить. Когда его увольняют с работы, он уезжает в деревню и пытается обрести этот смысл там. На этом все. Спасибо большое и до скорой встречи.